Дорога на Дебальцево пустынна. Украинский армейский патруль советует нам ехать как можно быстрее. Город почти полностью окружен, и это единственный путь, по которому туда еще можно попасть. Улицы города тоже безлюдны. Вдали слышится артиллерийская стрельба. Солдаты приглашают нас в бомбоубежище, устроенное в подвале музыкального училища. Здесь разместилась целая семья. Под одеялом лежит старик Александр. Он слишком слаб, чтобы уехать из Дебальцево. Сегодня находиться в Дебальцеве слишком опасно. Большинство жителей решило покинуть город. Однако украинская армия намерена обороняться до конца. Город имеет для властей важное стратегическое значение, мешая дальнейшему продвижению повстанцев. Вот Алла готова покинуть город вместе со своим 80-летним отцом Николаем. Ну, последние вот эти две недели, это, конечно, очень страшно и ужасно. И днем бомбежки, и ночью бомбежки. Алла вместе с другими беженцами покидает город на военном автобусе. А на передовой украинские солдаты удерживают позиции против повстанцев. Украинская артиллерия ведет огонь. Евген Велгуш работал судовым врачом на круизном теплоходе. Теперь он военный хирург. Это мой дом, верно? Когда в мой дом приходят гости, то добро пожаловать. Но когда сюда является кто-то и начинает диктовать, как мне жить, что с ними делать? Конечно, я возьму оружие и начну стрелять. Солдаты на передовой подбадривают друг друга. Однако киевские власти не испытывают большого оптимизма. Чтобы удержать позиции здесь, да и в других местах, Запад должен дать лучшее оружие, говорит Украина. Своими силами она с Россией не справится. Украинская артиллерия